В чем разница между профориентацией и профессиональным самоопределением и почему эта тема так важна для Самарской области? Самара, именно город Самара, с сегодняшней конференции заявляют, что они готовы всерьез и надолго заниматься этой проблемой в школах. И каким должен быть лучший преподаватель? Все их результаты в их выпускниках. Кем быть – вечный вопрос, которым будет задаваться каждое поколение, при этом в каких-то специальностях вечный кадровый голод, в каких-то сильный перебор. В результате погони за призрачными перспективами страдает молодой специалист, который либо остается невостребованным, либо нужным, но нереализованным. Чтобы разобраться в профессиональных веяниях, тенденциях рынка труда и потребностях самого молодого человека, в современном мире одного семейного совета уже явно недостаточно. К решению вопроса подключаются профессионалы. В нашем регионе это специалисты областного центра профессионального образования и потенциальные работодатели и психологи. Вопросы грамотного выбора профессии и самоопределения обсудили на первой конференции «Профессиональное самоопределение учащихся. Интеграция в будущее». Уже созданы определенные условия. В первую очередь это введение федеральных и государственных образовательных стандартов разных уровней, в которых теме профессионального самоопределения уделено такое же важное внимание, как формирование образовательных результатов, как и другим образовательным результатам. На мой взгляд, это очень важно. И Самара, именно город Самара, сегодняшние конференции заявляют, что они готовы всерьез и надолго заниматься этой проблемой в школах. Самарская область уже давно ведет работу по профориентации и профессиональному самоопределению. Участники конференции представили свои успешные реализованные проекты на территории региона. Один из них – профессиональные пробы, которые проводят в Чапаевске, когда школьники города на несколько часов под присмотром наставников пробуют себя в той или иной профессии, буквально своими руками выполняя посильную работу. Результат – повышение процента трудоустройства и более четкое понимание сути профессии среди школьников. Наши глубокие убеждения, что знакомство с профессией невозможно чисто теоретически. Оно должно происходить не просто от носителя трудового навыка этой информации исходить, но и в тех реальных условиях, в которых люди трудятся. И наша основная задача была привести детей на те рабочие места, которые, возможно, через 5, 10, 15 лет они займут. И вот эту позицию мы стараемся защитить. Поэтому работодатели, которые включаются в наш проект, они в обязательном порядке пускают на свое производство детей. Своим опытом с самарцами поделился и руководитель Центра профессионального образования и систем квалификации Федерального института развития и образования Владимир Блинов. Он подчеркнул необходимость ранней профориентации как социальной самоидентификации. Нельзя недооценивать важность работы по призванию. При выборе профессии во главе должны быть интересы и склонности самого школьника. Работающий не на своем месте так же бесполезен, как и неквалифицированный специалист. Результат фатален – вред производству, вред самой личности. В рамках тех разработок, которые существуют в России, то есть спроецировать это на конкретный регион. Для того, чтобы уже с учетом специфики и местные органы исполнительной власти и, естественно, педагогическое сообщество, как раз провели ту самую работу, чтобы улучшить показатели вот этой работы, которые, в свою очередь, по цепочке, очень серьезно влияют и на качество трудоустройства выпускников, ну и, естественно, на удовлетворенность выбором профессии. Один из способов реализации проекта ранней профориентации «Билет в будущее» – плотное сотрудничество с предприятиями области и возвращение к модели шефской поддержки школ и наставничества. Крупные предприятия области, думающие на перспективу, уже подключились к проекту. Цель – максимально охватить школы области. Наша задача, чтобы у каждой школы появилось такое предприятие, которое будет осуществлять не только шефскую помощь, но и давать ученикам, в первую очередь, вот эти вот основы профориентации. Чем больше вот партнеров и различных институтов будут включены в эти вопросы, тем для школы будет больше вот этот спектр возможностей для выбора вот того пути, по которому пойдет именно та или иная школа. Потому что сегодня действительно возможностей для ранней профориентации школьников и вообще для профориентации достаточно много. Лаборатория «Модернизация образовательных ресурсов» представила совместный с Центром профобразования проект создания единой электронной ресурсной базы по профсамоопределению, которая объединит все доступные методики для педагогов и даст максимальную информацию для абитуриентов. Первый большой результат – это возможность общаться с педагогами, организация такой площадки фактически для работы педагогов в формате и в очном, и на сайте публикуется материал преимущественно наших педагогов, мы стараемся это делать. Вот и второй материал – это, собственно, информационная информация для педагогов и для детей, для работы педагогов и для чтения детям. Очень важно для детей, для наших, очень важно понимать, куда и зачем они идут учиться. Сейчас очень многие жалуются на то, что дети немотивированы, студенты немотивированы, студенты приходят, получают образование и не идут работать в профессии. Это большая беда, потому что это огромные деньги государства, и, конечно, хотелось бы потратить их государству с пользой и детям тоже, чтобы они не теряли время, чтобы они шли учиться туда, куда нужно. Это нужно доступно рассказывать о профессиях, о слабых сторонах, о сильных сторонах, о возможностях, об ограничениях, в общем, о всем, что дает человеку возможность грамотно выбрать свою профессию на будущее. Участники конференции сделали особенный акцент на важности отыщей профориентации, как своеобразной рекламы профессии и профессиональное самоопределение, как осознанный и взвешенный выбор школьника, и, как следствие, выбор цели и приоритета в жизни. Конференция обещает быть не последней. Все представленные проекты уже успешно реализуются на территории региона. Все больше сторон подключаются к важному вопросу самоопределения школьников. Результаты постепенно, но дают о себе знать, а значит, направление уже выбрано верно. Шутки шутками, но ежегодный десятый конкурс «Преподаватель года» – это всегда долгожданное событие для каждого преподавателя колледжа или техникума, желающего развиваться в своей профессии. Это уже заключительный этап конкурса «Преподаватель года-2018». Педагоги области проходили сначала заочный этап, затем очный, открытый урок. Теперь нужно продемонстрировать свою визитную карточку «Я профессионал». Творческий подход в работе – одно из важных качеств педагога. Сценические постановки с участием студентов, реквизит, игры, интерактив залом, видеопрезентации. Приветствуется использование всех творческих средств. Экспертной комиссии коллегам нужно всего за 15 минут успеть представить результаты многих лет работы. Все свои успехи, достижения и методические находки. Мария Елисеева, преподаватель из Новокуйбышевска, впервые участвует в «Преподаватели года». Выбрала для своей визитки постановку на тему фильма «Девчата». Она учит студентов поварскому делу. Профессия сегодня не только особенно востребованная, но и стремительно развивающаяся. И ее задача – выпустить готовых к работе студентов с самыми актуальными знаниями. В моей деятельности большую часть всегда направлены на то, что дать больше знаний, чем положено по стандарту. Потому что у нас достаточно такая творческая профессия, которая предполагает саморазвитие, самореализацию. Для Елены Спичек участие в конкурсе тоже дебютное. И у нее свой взгляд на образовательный процесс. Она обучает студентов психологии общения. Быть профессионалом сегодня – это еще и быть коммуникабельным человеком. Быть педагогом-профессионалом – это значит не только передавать свои знания, а воспитывать студентов, налаживать с ними общение, уметь организовать их работу и научить их общаться и взаимодействовать между собой. Человек, который в первую очередь любит людей и любит детей. Только с любовью можно входить в класс. И человек, который готов отдавать огромное количество своего времени детям. В финале соревнуются 10 лучших преподавателей со всей области, уже доказавших свой высокий уровень. Оценивает конкурсанта специальная комиссия, профессиональное сообщество. Среди экспертов прошлогодний победитель Анастасия Филюкова – преподаватель Тольяттинского социально-педагогического колледжа. Она уверена, для настоящего профессионала предела совершенства не существует. Постоянное саморазвитие не только в профессиональной сфере, но еще в личностной. Потому что нужно понимать, нужно понять, ну, по крайней мере, для меня. Быть преподавателем – это, ну, я уже в прошлом году говорила, это жить как преподаватель. То есть постоянно свою личность насыщать и не останавливаться на достигнутом. То есть нет конечной статьи. Нельзя доработать и сказать, я профессионал, я преподаватель. Нет такой точки, увы. Поэтому нужно постоянно смотреть по сторонам и верить в лучшее. И работать, 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 работать. Работать над собой, работать над своим делом. Но какой бы ни была форма преподавания, первичным всегда будет содержание, что в результате усвоит студент. Умение заразить профессии. Не просто дать знания, быть настоящим примером и ориентиром профессии. В первую очередь, это его профессиональные результаты. Ту работу, которую показывают наши коллеги в конкурсах профессионального мастерства. Как трудоустраиваются их студенты, какими профессионалами они становятся в области своей деятельности. Все их результаты в их выпускниках. Завершается конкурс последним испытанием пресс-конференции. Тут уже преподаватели экзаменуют их подопечные, представители студенческих СМИ. Вопросы все больше об общечеловеческих понятиях и понимании смысла преподавательской профессии. Очень этап завершен. Выступления просмотрены, баллы выставлены. Осталось ждать результатов. Имена абсолютных победителей конкурса станут известны уже в апреле.